Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашим душам и вашим телам! Выложила развернутый прогноз на март 2024 год, обзорный, Татьяны Золотухиной, и пришлось реагировать всем в комментариях, потому что цифру 150-170 Гц никто не способен спокойно слышать. То есть, понимаю, наш мозг сопротивляется, потому что, вернее, даже не наш мозг, а наша личность, потому что и так не успевает ассимилировать то, что есть сейчас. Однако и сейчас, кто впереди планеты всей, выдерживает, в общем, где-то 50-70 Гц, а остальные подтягиваются, каждый на своем уровне, по мере своей готовности. Но, дорогие друзья, да, сложно, да, болит то там, то здесь. Тогда еще больше расширяемся, что делать? И это очень хорошо делать на природе. Есть возможность. Ищите более чистые пространства от мегаполиса. Нет? Создавайте чаще вокруг себя чистое пространство. Напомню, это делается и через фиолетовое пламя, это делается через камеру квантового преобразования с плеядами, ультрафиолет сверху, ультрафиолет снизу, ультрафиолет слева, ультрафиолет справа, ультрафиолет спереди, ультрафиолет сзади. И делаем это часто. когда мойте посуду когда готовите кашу когда принимаете душ и так далее то есть попутно везде это же ваша жизнь это ваша борьба за жизнь поэтому не отвлекаемся от себя любимого и творим без устали как на фронте бой за свою жизнь и если вы от личности перейдете к душе то ни о какой смерти ни о каких болезнях не вы перестанете однажды об этом говорить и чем больше мы будем отстаивать свои границы в этом невидимом бою тем меньше противостояние будет снаружи между странами между народами посмотрите внимательно и вы увидите что конфликты перешли верхние этажи власти поэтому не отчаиваемся и не возмущаемся а принимаем и постепенно поднимаем частоты восприятия с участием тех кто уже прошел этот путь и знает что это возможно и как это сделать а это и высшие цивилизации и наставники и кураторы групп как земных так и непроявленных учимся доверять и взаимодействовать через новые собой выстроенные нейронные связи и делать мы это сможем через свою чувствительность когда мы говорим о балансе то следует в первую очередь воспринимать баланс между мозгом разумом и сердцем мыслью и чувствами между шестым центром и четвертым центром тогда активируется гармоничный пятый центр центр творчества и такой человек доброжелателен и приятен в общении в любой момент и напомню что 2 4 6 это канал бесконечности и женские чакры вывод тот кто активировал женский аспект и уравновесил с обновленным мужским тот в активном самораскрытии все потому что человек вышел из ограничений а интуиция начинает помогать вам когда личность сдается под управление души высшее я это сверх душа напомню что эволюция человека идет через три и первое и это инстинкты второе интеллект и третья интуиция и это возможно сейчас открывать в себе интуицию и если вы развиваетесь то все эти и суммируются это не значит что если вы перешли на интуицию то инстинкты ваши исчезли нет инстинкт плюс интеллект плюс интуиция это и есть самораскрытие даже гения в себе возможно открыть вот в такое удивительное время мы с вами живем и его тоже следует принять это новое и позволить себе пройти через это время когда вы уменьшите внутреннее противостояние тогда возможно медленное расширение и она уже не просто расширение а квантовое расширение вы живете в новой эпохи водолея здесь все перетекает из одного в другое до внешний мир очень быстро меняется и безусловно он интересен но вы по прежнему будете несчастными если будете развиваться через внешнее если вы войдете в свой внутренний мир потому что он раскрывает вам вас то вы здесь открываете в себе возможности и весь квантовый мир и никто не может это сделать за вас потому что это невозможно это невозможно здесь на земле сделать эта планета свободной воли и никто не может вместо вас выразить себя так как вы желаете это сами это же вы обижаетесь это же вы контролируете своих детей это же вы недовольны своей жизнью это же вы не желаете знать что планета живет высоких частотах и эпохи водолея и что здесь другие законы много раз в роликах приводила пример что если лягушку бросить кипящую воду она выпрыгнет а если ее положить холодную и медленно нагревать эту воду то она сварится вот и мы здесь сварились вот и мы согласились жить в рабских программах это мы согласились испытывать чувство ненависти чувство агрессии чувство мести чувство контроля чувство рождебности чувство зависти отмщение чувство жадности скупости или кто-то заставил нет мы сами спорить не стоит а время подумать у всех есть чтобы произошла внутренняя трансформация у каждого и вернулась любовь к себе я даже не мечтаю что сразу все начнут осознанно трансформацию и поэтому дорогие друзья как бульдозером время и пространство всех без исключения сдвигает в новую жизнь я понимаю что всем трудно но рано или поздно бросив свое сопротивление каждый поймет что легче довериться этому новому конечно я дорожу каждой живой душой и работая не покладая рук чтобы у всех желающих была возможность пробудиться и выбрать осознанно духовный путь который позволит воспринимать высокие частоты но также этой и опасно для людей отвлекающихся на внешние отвлекающихся на форму только тренажерный зал только мои мышцы и все и ничего кроме этого то есть человек не развивается не растет внутри как душа нет контакта с душой безопасны высокие частоты тем кто выбрал содержание кто выбрал саморазвитие кто выбрал слияние триаду дух душа тело вот я сейчас перечислила на первом месте дух потом душа потом тело когда вы свой дух просите войти в тело то тогда и душа начинает быть более устойчивая или более сбалансированная правильнее сказать тогда и тело начинает принимать эти высокие частоты а наша задача сейчас наполнить цветом свое тело или другими словами одухотворить его потому что если не получает тело эти высокие частоты она потому что ваше тело не получает энергию источника если дух вне тела душа мечется тело без союзников с тонкого плана восьмерка вверх восьмерка вниз не взаимодействует не вращается не движется энергии верха и низа не перетекают перетекать они могут только тогда когда вы желаете своего развития когда вы просите о том чтобы вам помогали идти по вашему духовному пути как ангельская эволюция так и высшие цивилизации так и ваши родные аспекты вот почему важна интеграция и камера ускорения интеграции она сейчас очень нужно камера для снятия стресса очень нужна камера эмоционального исцеления очень нужна и все здесь эти камеры есть на канале все фильмы о трагическом разрушенном будущем это пугалки это как одна из версий из миллионов может быть версий как и многие новости для того чтобы не было интереса выйти в эти новые возможности свои возможности и чтобы вы не вернулись к своей космической памяти так и остались вот в этом забвении сне сознания но когда человек пробуждается у него шок как я такой умный раньше не видел и не понял этого как как такое возможно да очень просто вы жили умом и он управлял вами зарабатывание денег профессия все было важно кроме даже тренажерный зал кроме того чтобы вы видели красоту но это же не предел дальше жизнь души они жизнь личности личность подчиняется душе тогда у вас есть развитие а душа налаживает связь с духом и вот это все выстраивалась у нас с вами очень и очень давно с 2012 года активно но когда человек останавливается в своем развитии то ему кажется что этот мир ужасен и наоборот когда он утончил свою чувствительность а это возможно когда человек приобщается ко всему прекрасному природа поэзия музыка проза театр галереи и даже мода тогда он развивает свои чувства многие пробуждаются и начинают писать стихи рисовать картины вышивать петь потому что просыпается от глубокого сна забвения когда жили не собой вы однозначно не будете прежними даже если бы вы не прослушали этого ролика вы все равно каждый день меняетесь потому что через 7-10 лет все клетки тела обновляются чисто физически даже и мы соответственно становимся другими людьми хотим мы этого или нет сама планета земля это школа мучительного ускорения между парами противоположностей трактат о космическом огне алисабелли кому интересно поэтому когда каждая душа сюда воплощалась то выбирала какие она будет проходить испытания кто-то выбрал одно а кто-то другое но я постоянно слышу здесь на земле за что мне это один ответ ты выбрал и ты в полярности которые ты же и уравновесишь если конечно желаешь жить а не капризничать и жалеть себя или оправдывать да сейчас нам все открывается ну и здорово наконец-то завершаем всей дружной земной семьей эту квантовую неопределенность как да просто определитесь хотите жить в мире то так и скажите громко и вслух я желаю жить в мире это и есть общая планетарная революция сознания единая мысль это форма строения вместе это и есть преображение как свое личное так и планетарное сегодня на дворе март и очень своевременно делать это преображение вместе с природой я преображаюсь здесь сейчас вместе с природой весеннее время в единое и неделимое прекрасное божественное существо так вы сами запустили процесс преображения и наблюдаете за собой поддерживая себя во всем и всегда почему да потому что вы самое ценное что есть в этом мире для себя самого мы чудо которое создал творец и мы тоже сотворцы можем создавать чудо с удовольствием смотрю ролики о том как люди работают строят дома новые технологии под видео возможно дам ссылки глас не оторвать как красиво и талантливо мы многомерные существа и пора бы об этом вспомнить и раскрыть свои божественные потенциалы тогда и днк будет разворачиваться из баланса и из любви и из центрированности из одобрения себя из доброжелательности из мира и из гармонии из эго днк не разворачивается желайте жить с каждым днем лучше и лучше и мечтайте о божественном выравнивании всего и совсем есть камера выравнивание по божественной оси данная плеядеанцами погуглите youtube лора шереметьева может быть она вам откроется и когда вы ее сделаете вы почувствуете что ее надо делать не раз вообще все камеры мы делаем не раз а это как поддержание нас как помощь как вода дорогие друзья выравнивание это процесс он не может быть быстрым возможно идут годы но начните кто знает как вас всех развернет или как нас всех развернет когда мы будем готовы к новым толчкам сознания тогда то мы и сможем принимать высокочастотные волны и 150 герц и 160 герц и 170 и кто-то даже и 200 герц и больше всегда есть те кто опережает время кто ведет за собой мы даже их и не видим и не слышим но они рядом и всегда заботятся о нас работая на таких сложных планетарных программах что нам и в голову не придет потому что мы еще только расширяем нашу голову чтобы мозг работал как квантовый компьютер а это кристаллическая природа и мы только-только приступили к кристаллизации своей физической формы а кто-то даже и не слышал никогда об этом вот она то и способна принимать высокочастотные 200 герц и больше вывод пора довериться большому космосу пора довериться мирозданию и желать стать собой божественным и развитым разумным любящим чувствующим мыслящим мудрым ответственным гармоничным талантливым многомерным сотворцом и ради этого стоит жить позволить себе расширение позволить себе новое на этом все я не прощаюсь я всегда с вами на уровнях души и